всем привет перед тем как мы начнем смотреть данный видеоролик в начале я публикую прямо сейчас на экране вот здесь вот здесь комментарии с прошлого ролика которые на мой взгляд были самыми прикольными самыми интересными ну и как я говорил в прошлом ролике один из комментариев которые я выберу получит приз в размере 5 евро и сегодня побеждает вот этот комментарий именно этот человек получает от меня приз 5 евро в прошлом ролике я забыл сказать что делать победителю чтобы получить свой приз друзья если вы стали победителем и выиграли 5 евро за свой комментарий пожалуйста пишите мне в instagram в личку и там я все расскажу как вам получить свои 5 евро еще раз всем привет друзья выезжаем из города минска точнее пока еще двигаемся по минску центр проехали выдвигаемся в сторону города бреста именно там сегодня у меня подача на визу на сегодняшний день я нахожусь дома уже три недели и так классно на мой взгляд сейчас все совпало срослось так сказать что три недели прошло и уже уже подошла очередь моя для подачи на визу это очень круто это как бы в том плане что не сидишь ты там несколько месяцев до дома без работы и всю зарплату который ты заработал за каденцию ты ее тратишь это очень круто когда вот так все быстро супер но другой вопрос когда тебе так быстро делают визу ну тут уже сам решаешь может быть еще остаться немножко дома что в принципе я и сделаю я еще не поеду никуда хочу побыть дома в общей сложности где-то месяц полтора хотя бы потом уже поеду на следующую каденцию очередную ну в двух-трех словах попробую объяснить почему все-таки произошло это так быстро дело в том что когда я уже заканчивал свою первую каденцию и собирался ехать домой как вы уже слышали из прошлого ролика кто смотрел я со своей прошлой фирмы уволился и созвонился с другой фирмой и планирую идти туда работать когда приеду в следующую каденцию и вот на новой фирме мне уже сделали приглашение и я созвонился со своей ну как ее назвать в общем девушка которая работает по вопросу визы она помогает с подачей документов со всеми этими вопросами чтобы ты сам этим не занимался не тратил на это время и своей силой и вот я ей звоню и говорю что мол так я еду в минск у меня скоро заканчивается виза мне нужна новая она мне говорит будет у тебя новое приглашение сфотографируй мне пришли по вайберу я и сфотографировал прислал это еще все будучи в польше и в тот же день она меня уже поставила на очередь на запись на подачу визы и получается разница в том что очередь есть два варианта поскольку я сам из города минска я мог бы записаться на очередь чисто по городу минску но тогда мне пришлось бы ждать эту очередь может быть месяца три может быть два с половиной а может быть даже и больше никто не знает тут не угадаешь она мне предложила вариант поставить меня в очередь типа по всей беларуси и скажем так где откроется окно куда очередь подойдет в таком городе куда ехать и подаваться сказал окей почему бы нет потому что это будет быстрее здесь больше шансов что ты быстрее поддашься на визу тебе быстрее эту визу сделаю но в итоге получилось что прошло буквально недели три и все она мне звонит говорит все завтра подача в бресте вот таким образом не приходится ждать месяцами а всего лишь несколько недель и ты уже ездишь подаешься на визу я считаю что это круто я считаю что это круто так но мы уже проехали порядка 150 километров где-то плюс минус там немножко от города минска и что хочу сказать ребята за 150 километров я не встретил еще ни одного ремонта дорог ни одного раза не было ремонта дорог но хрен его знает может быть поэтому дорога такая вот она и есть трясучка очень много выбоин на дороге каких-то ямок реально ямки ты едешь ты просто наезжаешь какие-то ямки и ты это конкретно чувствуешь потому что колесо проваливается и тебе дает в руль по рукам ну то есть не знаю ни одного ремонта дорог не было за 150 километров вы видите как впереди шкода идет как она в правой стороной левой клонится много всяких выбоин она наезжает вон ту правыми колесами то левыми давайте и обойдем вот поэтому ну наверно такая дорога есть потому что ни одного ремонта до сих я не встретил опять же я не хочу говорить что дорога плохая да я хочу говорить что она хорошая очень хочется говорить что дорога хорошая но блин друзья давайте будем честны кто ездил тот меня поймет не даст соврать что ну я видел дороги получше я ездил по дорогам получше поэтому пока сейчас назвать эту дорогу хорошей ну мягко говоря я не могу очень хочется назвать ее хорошие очень хочется верить что она станет эта дорога в беларуси станет намного круче лучше качественнее и удобнее для водителя очень на это надеюсь ну как есть едем дальше осталось нам уже 30 километров до бреста уже почти приехали и я вспомнил что я не взял с собой фотографию фотографии вот эту маленькую 3 на 4 или сколько там она размер блин ё-моё теперь придется где-то в бресте заезжать но я нашел уже фотостудию там по google картам даже по пути получается заедем сейчас сделаем фотографию просто из-за своей так сказать суеты вот этой всей да что-то можно забыть как обычно и вот в принципе и забыл из-за этого приходится сейчас тратить лишних там сколько там денег будет стоить эта фотография и тратить на это время но время вроде как принципе хватает я так посмотрел короче теперь придется еще заезжать делать фото хотя в принципе мог бы дома просто взять все с собой ну уже как есть так есть едем дальше друзья едем фотографироваться и визове центр ну здравствуй брест чё как ты братуха областной центр 6 лет не был в бресте вот опять довелось побывать все сделали фотку одну же вырезал сразу чтобы их подать там не искать ножницы никакие все едем нам вон туда где-то три километра и мы на месте капец жара сегодня конкретно жарит короче вот в этом здании какой-то торговый центр там слева вход пошел зарегистрировался талончик дали очередь сказали ждать реально часа полтора но может быть час короче пока время есть сейчас сходим сюда в торговый центр там по-любому должен быть какой-то кафе чем с поедим и потом пойдем сидеть ждать нашу машинку помыть надо что-то грязное капец уже до минска доедем потом помоем все пойдемте покушаем и пойдем ждать нашу очередь и и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Капец, людей, конечно, подается на визу много, блин, у меня было назначено на 14 часов 15 минут, а подался я спустя 2 часа после моего назначенного времени. Приехал-то вовремя, но сидел еще 2 часа, тупо очередь ждал. Дофига людей на подачу документы отдает, на визу в смысле. Так, нам вообще надо на заправку заехать, что-то у нас такая-то... Топлива там нам не хватит до Минска, надо залить до полного бака, сделаем заправочку. Так, заправка, заправка, ищем заправку. Где-то по-любому на выезде из города должна быть. Главное не проморгать. А вот и заправка. Вот и заправочка. Сейчас мы сюда заедем. Ну вот тут мы и заправимся сейчас. Так, че ты, братан, тормозишь? У тебя бак здесь. У меня бак здесь. Так, этот на российских номерах заправляется. Мы за ним постоим. Маленько подождем, пока он заправится, и мы за ним встанем тогда сразу. А, блядь, тут дизель. Тут нам надо дальше туда заехать. Впереди вон еще колонка. А, да, все нормально. Я думал, не в ту колею встал. Ёлки-палки. Сейчас, короче, эти парни заправятся. Кавказцы какие-то, блин. Не знаю. 89-й регион. Кто знает? Пишите в комментариях, откуда это. Дизельная колонка дальше наша. Там 92-й бензин нам нужен. Ну, че ты, братан? Че ты там стоишь, эй? Уже заправился. Сели в тачку. Сидят уже, блин, наверное, минуты полторы. Сидят уже, блин, наверное, минуты полторы. Ну, все. Отлично. Полный бак. Погнали. Выезжаем. И поехали в Минск. Все, пока, Брест. Спасибо тебе за помощь. Давай, братуха. Увидимся еще, может, когда-нибудь. Кстати, город классный. Кто в Бресте не был, в Беларуси вы живете, не в Беларуси. И когда поедете, обязательно Брест, обязательно к посещению, друзья. Красивый город, обалдеть. Вы не пожалеете. Точно вам говорю. До Минска, 327. 327 километров. Три часа езды, я думаю. И будем там. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok